и снова здравствуйте уважаемые телезрители с вами виртуальная выставка фото веб-экспо и мы представляем сегодня вторую часть интерактивного теста камеры nikon d610 совсем недавно анонсированный компании nikon в качестве обновления своей предшественности nikon d600 на которую было некоторое количество негативных отзывов по поводу пыли на матрице камера была в незначительной степени обновлена в ней чуть-чуть была улучшена скорость серийной съемки а также добавлен один дополнительный режим тихой съемки в этом тесте я напоминаю что это вторая иллюстрация к нашему тесту который полностью опубликован на нашем сайте первую часть вы можете посмотреть по этой ссылке а сам тест вы можете посмотреть по ссылке это смотрите тест там лежат готовые полноразмерные файлы формата ро для того чтобы вы могли их разобрать там есть сравнение камеры с камерой nikon d7000 по шумам по резкости сделанным с одним и тем же объективом это 35 2 это пленочная версия этого объектива более того там есть подробный обзор этой камеры если вы не знаете фото в б экспо это виртуальная выставка мы публикуем регулярно мастер-классы видео обзоры а также тесты фототехники на которые вы можете подписаться вторую часть нашего теста я хочу начать с ответов на вопросы наших читателей вопросы нам задавали в этот раз как через канал youtube и так и на нашем сайте ильдар сиди задал такой вопрос есть ли у данного аппарата корректировка автофокуса да корректировка автофокуса есть корректировка автофокуса присутствовала в nikon d700 также nikon d600 nikon d7000 7100 также имеют корректировку автофокуса в своем интерфейсе естественно она осталась и здесь то что называется корректировка автофокуса здесь в меню это четвертый пункт меню предпоследний пункт подпункт в нем называется тонкая настройка а.ф. при входе в нее мы ее можем активировать или деактивировать то есть нужно ли нам корректировать автофокус или нет и сохраненное значение это насколько сдвиг туда-сюда по умолчанию и естественно все это зависит от того объектива с которым вы планируете использовать эту функцию то есть если конкретный объектив у вас бэк фокусит с ним имеет смысл ее и включать следующий вопрос александр здравствуйте спасибо за ваши тесты хотелось бы узнать про кадрирование dx в этой камере хорошо бы еще взять темный dx телевик 55 200 55 300 к сожалению у нас этого телевика нет а и протестировать на длинном конце при недостаточном освещении вечер пасмурно помещение в режиме приоритета выдержки не менее 1 400 1 500 и так далее интересует как задерет камеры iso и как fx матрица будет шуметь значит здесь два вопроса прежде всего это dx объектив у меня есть вот такой это широкоугольник токина он сделанный специально под кропнутой матрицы естественно прекрасно встает на камеру и что он нам дает ну по умолчанию картинка у нас очень веселый на коротком конце она сильно круглит даже не виньетирование это ну просто убра обзор объектива и если увести его более-менее до такой умеренной нормальной ситуации это будет значение 18 миллиметров а я напомню что объектив 1224 это первое да то есть так он работает на полном кадре если же мы поищем данные dx объектив их здесь найти не могу меню камеры очень большое и честно говоря я просто не знаю в каком пункте здесь можно это искать нету здесь режима dx автоматического по крайней мере хотя вполне возможно он работает в автоматических режимах в режиме авто в режиме авто тоже дает кружок и совершенно никак на dx кадрирование это не сказывается поэтому возвращаем в приоритет диафрагмы собственно с dx объективами работает ну есть естественно это нормальное явление просто насколько я понимаю наш читатель спрашивал немножко про другое так как dx объектива телевика у меня физически нет я использую обычный советский не автофокусный телевик это 200 миллиметровый телеар если вас интересует вряд ли вы про него слышали это не легендарный объектив совсем таким большим колесом фокусировки преимущество у этого фотоаппарата перед более дешевыми вариантами хотя у полнокадрового аппарата более дешевых вариантов нет эта камера самая дешевая среди полнокадровых для компании ника сейчас у нас в студии свет падает более-менее хорошо только на меня поэтому я буду снимать темный угол и естественно когда мы ставим не чипованный объектив у нас фотоаппарат распознает диафрагму потому что он с кольцом управления диафрагмой а здесь есть специальный рычажок позволяющий его считывать но нам нужно в том же пункте найти данные объектива без чпу вот я настроил объектив номер три мы устанавливаем говорим готово да и фотоаппарат начинает считывать теперь мы ставим приоритет выдержки да но приоритета выдержки здесь не будет поэтому все снимать приоритете диафрагмы но в приоритете диафрагмы мы сделаем следующее я выставил автоматическое управление iso поэтому я в том же пункте про управление iso просто поставлю минимальную выдержку как-то мне просили 1 400 дело в том что здесь максимальная выдержка для работы с авто iso 1 2000 секунды в более дешевых камерах она не поднимается выше 1 60 примерно так я не знаю зачем это сделано честно говоря такой подход некрасив но здесь данного ограничения нет что хорошо кстати то что у нас камера позволяет подтверждение автофокуса более того подтверждение автофокуса работает не только в момент когда у вас резкий кадр получается но даже в момент когда вы фокусируетесь он показывает в какую сторону крутить вы или влево это облегчает фокусировку резкий кадр получился что касается iso iso 6400 так и поставлена по максимуму как я устанавливал если же ну давайте попытаемся еще побольше поиздеваться над фотоаппаратом мы ему зададим максимальную чувствительность high 2 и снимем тоже кадр он быстро снимает ну он до high 2 и понял интересная ситуация дело в том что в первом случае он скорректировал экспозицию поставив выдержку не одна четырехсотая 1 125 но так как мы хотели именно 1 400 он во втором случае когда мы ему уже разрешили использовать более высокое iso поднял чувствительность до high 2 а это 25 600 карту шумов вы можете посмотреть у нас на сайте в полной версии теста то я прошу вас сделать потому что просто так в hd 1080 даже вы не увидите шумов здесь в принципе разрешение не позволит следующий вопрос или даже не вопрос часть дискуссии которая развернулась на сайте ю тубе в видео при обсуждении первой части теста александр виленков написал это ваша так называемая пыль не что иное как стружка затвор человек видимо не очень хорошо знает как устроен затвор фотокамеры потому что я честно говоря не представляю где там может лететь стружкой самое главное почему затвор после того как притирается и с него эта стружка отлетает почему он продолжает работать допустим не вылетает и не ломается сложно сказать на заданный мной ему вопрос откуда такой источник что пыль летит именно от затвора он сказал я сам источник это пыль уходит после 10 тысяч снимков а следовательно с вероятностью 95 процентов источника этой пыли притирка затвора к сожалению химанализ пыли произвести мне не представляется возможным виду ее малого количества то есть александр в общем-то подтвердил что вопрос пыли не так актуален и вполне возможно это просто покрытие такое было у затвора что компания естественно исправила в этой версии фотоаппарат при поступлении большого количества негативных отзывов компания чтобы не портить себе продажи фотоаппарата вынуждены было выпустить новую версию ну или новый фотоаппарат добавив пару дополнительных функций функции кстати неплохие хотя честно говоря я не пользуюсь и не пользовался тихим режимом затвора для меня это не так важно потому что он все равно щелкает это зеркалка она не будет тише и это вы видели в первой части теста вопросы в общем то все потому что я читал наиболее интересные дискуссия было чуть чуть побольше мы переходим дальше и так что хорошего есть в этой камере прежде всего камера характерна тем что это самая дешевая камера на сегодняшний день в линейке компании nikon среди камер с полно кадровой 35 миллиметровой матрицей камера судя по данным яндекс маркет 60000 рублей у нее средняя цена правда наблюдается очень большой отрыв от следующей камеры которая nikon d7100 стоит 35 38 тысяч рублей то есть разрыв в 20 тысяч рублей и оправдывает собственно полно кадровую матрицу впрочем есть и некоторые отличия как было уже сказано в управлении чувствительностью есть разница а также есть разница и в других функциях примеру вот интересная функция которая называется автоматическое управление искажениями функция имеет смысл для чипованных объективов то есть объективов которые выпущены в последнее время и естественно это должны быть объективы компании nikon то есть родные объективы nikon внесены в эту базу данных которая хранится в мозгах этого фотоаппарата что фотоаппарат делает при съемке он накладывает карту искажений на кадр и сохраняет его формате jpeg однако для формата raw он тоже прошивает эти данные уже в файл и в зависимости от того умеет ли программное обеспечение считывать эти данные а считывать умеет только nikon capture nx у вас будет коррекция этих же самых искажений уже при обработке raw следующий же пункт здесь это контроль виньетирование виньетирование то же самое сделано на базе профиле объективов и она бывает трех уровней усиленная нормальная умеренная то есть сама камера подсвечивает углы кадра и то же самое эти данные сохраняются только формате jpeg формате raw эти данные могут быть тоже использованы в соответствии с профилями например adobe photoshop lightroom есть функционал как коррекции геометрических искажений так и контроля виньетирования зависимости от модели объектива то есть если какой-то старый объектив никоновский какой-то объектив виньетирует программу будет это учитывать но естественно фотоаппарат тоже хорошая штука это мультиэкспозиция для начинающих фотографов она не пойдет но для тех кто любит чистую фотографию допустим если вы снимаете в jpeg вы делаете сколько доступно два или три снимка можно свести есть еще такая функция как автоусиление то есть в каком-то интересном режиме накладывается изображение друг на друга более того интересно что можно делать серии то есть бабах и все сразу два снимка идут в один но также можно и по одному снимку снимать у вас будет мультиэкспозиция интересные два пункта которые в общем-то казалось бы не отличаются но на самом деле отличие между ними есть первое это съемка с интервалом или интервальная съемка вы устанавливаете интервал в течение которого камера будет снимать вы устанавливаете шаг с которым то есть выберите кол раз умножить на кол с ним количество раз умножить на количество снимков вы выбираете то сколько снимков вам нужно сколько вам нужно все это чередовать в итоге камера все это посчитает и последний шаг это запуск после чего начинается интервальная съемка достаточно поставить фотоаппарат на штатив и начать эту съемку до тех пор пока у камеры не сядет батарейка она будет снимать но либо до тех пор пока вы не установите окончание данной операции однако есть в меню казалось бы путанный вариант сразу после интервальной съемки цитроферная съемка цитроферная съемка это тот же интервал только заимствовалась это из немецкого языка и цайт там время время съемка и так далее настройки абсолютно такие же единственное отличие то что при интервальной съемки на выходе вы получаете те файлы изображений фото которые вы успели наснимать допустим вы выставили какие-то jpeg какого-то маленького разрешения потому что их удобнее сводить в таймлапсы либо вы выставили файлы raw для того чтобы их корректно обработать впоследствии и уже потом при конвертации им поставить меньшее разрешение нужное 1920 на 1080 допустим для того чтобы опять же программа специальной склейки таймлапсов у вас на компьютере не перенапрягалась и работала гораздо быстрее цитроферная съемка позволяет делать то же самое но файл видео у вас получится уже на выходе из камеры то есть вам нужно всего лишь ввести корректные настройки для jpeg в фотоаппарат при съемке вы выбираете насыщенность резкость и так далее фотоаппарат все делает это сам уже упомянутая мною функция работы с без чиповыми стеклами является я считаю одной из самых важных дело в том что у nikon очень большой парк оптики выпущенный под свою систему и если к примеру вы не против того чтобы снимать объективами с ручной фокусировкой а это не проблема если у вас есть хороший объектив у меня есть допустим n55 1 и 2 это тот объектив который впоследствии стал 1 и 4 автофокусным у меня есть он мне нравится но он без чипа здесь же его можно поставить на фотоаппарат и корректно снимать с ним не только в режиме м но и в режиме а то есть в режиме приоритета диафрагмы и вуаля у вас объектив имеет считывание диафрагмы что можно видеть прямо по контрольному дисплею поставили диафрагму допустим 2.8 и вы можете снимать даже с установкой автоматической чувствительности изображения в данном случае он поставил high 0.5 интересно просто потому видимо что у меня стоит там 1.04 минимум в настройках авто iso таким образом у вас фотоаппарат получается в превращается в машинку по установке на нее абсолютно любых объективов под систему как видите кстати гелиос довольно таки компактный объектив как сегодня производит к примеру пентекс объективы которые него близится к блинам это вот такой полтинник полтинник причем неплохо что радует то что во первых в таком положении это будет самый что ни на есть настоящий полтинник потому что это полный кадр и он будет выдавать именно ту картинку на которую его запрограммировали советские инженеры интересная функция в камере виртуальный горизонт это уровень но уровень включаемый перед съемкой то есть допустим когда вам нужно выставить фотоаппарат в абсолютное положение не только чтобы он вот так вот горизонтально находился но еще и вот в этой плоскости тоже находился в горизонтальном положении визуализации здесь очень интересная он вам рисует проекцию плоскости в которой он находится и самое главное это довольно таки точный уровень то есть уровня вам носить с собой не ну вы включили уровень все можете снимать далее камера умеет управлять вспышками это находится под пункте breaking вспышка исправление стройной вспышкой мы находим режим управления и там уже уставляем допустим для группы а уже предварительно настроена вспышка для нее мы выставляем допустим 0 для группы b мы выставляем минус 0 7 для того чтобы она просто заполняла тени тройную вспышку мы вообще никак не регулируем канал 1 обе вспышки в теории должны синхронизироваться по импульсу ужас но синхронизация работает я своими глазами это ощущаю и вы собственно тоже видите что это нам дает две группы вспышек которыми фотоаппарат умеет управлять дают нам довольно обширные возможности создания световых схем для того чтобы этот фотоаппарат использовать в студийных условиях а я с ним работал он работает очень корректно очень удобно и самое главное когда он висит у вас на животе благодаря тому что кнопочка не дает ему свернуть диск он не меняет режима это приятно интересно что у камеры есть режим следящего автофокуса и включается он надо сказать очень удобно 3d замер в режиме of a вы выбираете точку с которой начинать это может быть . как в центре кадра так и по сторонам единственное следует отметить что модуль автофокуса у него стоит открохнутой камеры соответственно и сам модуль автофокуса выдает вам поле в полтора раза меньше чем площадь кадра то есть он уже если вы снимаете на кроп у вас де-факто этот модуль будет покрывать большую часть кадра если вы снимаете на другие объективы полнокадровой серии например d800 или d700 там этот модуль автофокуса тоже шире несмотря на то что он предыдущей версии здесь он кропнутый он маленький следящий режим очень даже корректная поэтому если вы решите вдруг потестировать не забудьте что следящий автофокус работает с учетом глубины снимка то есть с учетом дистанции фокусировки и с учетом цвета объекта это 3d rgb сенсор который уже управляет мотором привода фокусировки это удобно единственное что для большей точности если вам нужна покадровая фокусировка лучше устанавливать вручную режим ifs во-первых будет работать подсветка во вторых у вас будет более точная фокусировка так как одно дело быстро и другое дело точно в камере очень неплохое видео в видео есть очень много гибких настроек можно кнопку фэн поставить под различные настраиваемые функции которые можно использовать в видео вторую функциональную клавишу тоже можно использовать далее а я фл то есть кнопка лока автофокуса может использоваться в качестве кнопки фокусировки в режиме видео вам же не всегда нужно фокусироваться сфокусировались на чем-то, снимаете дальше. Сфокусировались на чем-то другом, снимаете дальше. Также можно перенаправить спусковую клавишу для того, чтобы она у вас запускала режим видео. При этом сами настройки видео находятся в меню режима съемки. То есть получается, что настройки видео разбросаны тремя блоками по меню, что не очень удобно, но если вы регулярно снимаете видео, вы просто настраиваете его один раз и впоследствии уже, в общем-то, не корректируете, потому что качество видео это качество. Собственно, здесь размер кадра, частота кадров 10, 80, 25 у меня установлено, позволяет до 30 кадров прогрессивной развертки. Качество видео high, это значит кодек H.264 микрофон, который может уровни аудио регулировать как автоматически, так и вручную. И, естественно, в зависимости от того, куда вы пишете, может либо в одно гнездо, либо в другое, потому что есть два гнезда для карты памяти. Давайте посмотрим, как работает серийная съемка у камеры. Для того, чтобы протестировать, я снял объектив, поставил намеренно камеру в ручной режим, ставлю выдержку 1,500 диафрагма, ну, допустим, f2, хотя я не знаю, как он ее считает. Это просто условный расчет диафрагмы и режим серийной съемки CH. У меня формат записи RAW плюс FINE. Карта памяти SunDisk Extreme со скоростью считывания 45 МБ в секунду. И засекаем. При этом камера отстреляла энное количество кадров. А теперь смотрим, как выглядит ее меню. Мы можем, по мере того, как камера пишет, спокойно, абсолютно спокойно бродить по меню. Когда нам нужно, мы возвращаемся и доснимаем, сколько кадров нам требуется. Вносить любые изменения в органы управления. То есть, мы отсняли, да, вот она начала тормозить. Мы спокойненько меняем выдержку, формат записи или еще что-то. Баланс белого, чувствительность. Элементарно. Камера не тормозит. То есть, процессор у нее прекрасно справляется с серийной съемкой. Итак, я напоминаю, что это был тест камеры Nikon D610. Камера в целом нам понравилась. Это самая доступная камера в сегменте полнокадровых зеркалок компании Nikon. Камера, сделанная именно так, как я считаю, должны быть сделаны камеры. Единственный ее недостаток. Это ее цена. То есть, при том, что она считается самой доступной, тем не менее, она все равно стоит почти 2000 долларов. Это довольно высокая цена для человека, который просто хочет, ну, прихоть у него такая, хочет полнокадровую зеркалку. Из вариантов здесь либо пленочная, старая, либо цифровая, но дорогая, сделанная в Таиланде. Мы благодарим компанию Nikon за предоставленную нам на тест камеру. И надеемся, что вам, дорогие телезрители, она тоже понравится. Не забудьте подписаться на наш канал. Пока. С вами был Сергей Самсонов. Субтитры сделал DimaTorzok